Дети самые важные пассажиры в автомобиле. И ответственность за их передвижение, да и за их жизнь несут родители и организаторы перевозок. Поэтому для нас сегодня очень важная тема. Здравствуйте, Шамиль Хизирович. Здравствуйте. И первый вопрос. Что нужно знать организаторам поездки при перевозке детей и на что нужно обратить внимание родителям? Вопрос очень актуальный и остро стоит на контроле в МВД, в частности в госавтоинспекции. Очень много требований к правилам перевозки детей имеется в виду именно организованным перевозкам групп детей. Это от 8 человек и более. Здесь ряд требований, которые утверждены нормативными документами. Одно из них это постановление правительства Российской Федерации 15-27, 23 сентября 2020 года, где прописано, что нужно для того, чтобы организовать такую перевозку. И приказы МВД Российской Федерации 469, которые утверждают форму уведомления перевозки детей. А что нужно знать родителям? На что нужно обратить внимание? Если та или иная организация досуговая, либо школа, либо еще какая-то организация, которая хочет перевезти определенное количество детей, первое, что нужно сделать, это, соответственно, найти перевозчика, который будет соответствовать требованиям предъявляемым, то есть он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, должен иметь лицензию на право перевозки пассажиров, заключить с ним договор, после чего подать уведомление на сайт госавтоинспекции в электронном виде, где указывается дата поездки, количество детей, указывается автобус, с которым заключен договор, водитель этого автобуса, маршрут указывается, километраж указывается, время расстояния пути указывается, то есть вся информация полностью, которая требуется для согласования данного уведомления. Данное уведомление подается за 48 часов, если это междугородняя перевозка. Если перевозка осуществляется по территории субъекта, то подается за 24 часа. И мы, в свою очередь, рассматриваем данное уведомление, смотрим в соответствии с всем требованиям транспортного средства водителя и далее принимаем решение, возможно, поездка или нет. Имеет ли значение расстояние при перевозке детей? Расстояние значение имеет. Во-первых, я хочу сказать, что перевозка разрешается только в дневное время суток, это с 6 утра до 23 часов вечера. Что касается расстояния, надо учитывать, что данная перевозка не может осуществляться со скоростью больше 60 км в час. То есть нужно уложиться в дневное время, нужно уложиться в требования, предъявляемые к перевозчику в плане режима труда и отдыха, то есть он не может все это время без остановки передвигаться. Для этого в каждом автобусе должно быть установлено устройство, которое контролирует режимы труда и отдыха. И, соответственно, исходя из этого, уже определяется расстояние. Соответственно, не рекомендуем, мы не то, что не рекомендуем, мы даже предлагаем, если люди собрались ехать куда-то, к примеру, в Москву, то это никак не обоснованно и не целесообразно. Мы рекомендуем альтернативные какие-то способы перевозки, то есть железнодорожным транспортом и так далее. Какие требования предъявляются к водителю и транспортному средству? Перечень предъявляемых требований к транспортному средству большой, достаточно. Основной из них – он должен быть оборудован ремнями безопасности, должен быть оборудован устройством для соблюдения режима труда и отдыха водителя, так называемый тахограф. Спутниковой системой ГЛОНАСС должен также быть оборудован маячками желтого цвета, оборудован так, чтобы этот маячок был виден в радиусе 360 градусов. Ремнями безопасности обязательно должен быть оборудован. И ряд еще технических требований, которые предъявляются к любому транспортному средству. Водители автобусов, перевозящих детей. Основное требование – это стаж вождения данной категории транспортных средств не менее одного года из последних двух лет. То есть, с момента, как получил водительское удостоверение данной категории, должно пройти два года, и из них один год он должен иметь реальный стаж в управлении данной категории. И еще одно из основных требований к водителю – это водитель не должен быть привлечен к административной ответственности, за что предусмотрено лишение права управления в течение последнего года до момента перевозки. Если брать 2023 год, у нас одно транспортное происшествие произошло. Это транспортное происшествие со школьным автобусом, который тоже относится к организованным перевозкам групп детей. Но, благо, обошлось, водитель данного автобуса невиновен, и пострадавших в принципе нет. Это было мелкое дороже транспортное происшествие. А в чем причина? Причина в том, что попутное транспортное средство не предоставило преимущества в движении. Как оформляются уведомления и есть ли перечень? Порядок оформления уведомления регламентирован отдельно приказом МВД России 469 21 года, 23 июня, где четко, ясно прописано, что именно нужно прописывать в уведомлении. Там есть такие моменты, как, начиная от списка детей, списка сопровождающих, ответственных лиц за перевозку, медработников в случае, если предусмотрен в поездке медработник. То есть, это с адресами, номерами телефонов всех этих сопровождающих и участников перевозки. Все это необходимо прикладывать к данному уведомлению, для того, чтобы была полная картина перевозки. А были ли случаи отказа? Если были, то с чем они были связаны? Случаи отказа в перевозке детей, они бывают, неоднократно они были. Основными причинами являются это несоответствие транспортного средства, то есть, либо не прошел он технический осмотр, либо предъявляемые требования к водителю транспортного средства не соответствуют установленным требованиям. То есть, либо у него нет стажа, либо он привлекался к ответственности. Какие обязанности накладываются на сопровождающих лиц? По поводу сопровождающих лиц, если количество детей превышает 20 человек, то сопровождающих должно быть минимум двое, за счет один сопровождающий у каждого выхода автобуса. Допускается ли перевозка детей в ночное время суток? Перевозка в ночное время, это время с 23 часов до 6 утра, допускается в определенных случаях непосредственно для того, чтобы перевезти детей даже до вокзалов и обратно, и не более чем на 100 километров. То есть, расстояние тут фиксировано, и непосредственно только для того, чтобы доставить детей для дальнейшего следования. Автовокзал, УЖД-вокзал, аэропорт. Какая ответственность грозит за нарушение правил перевозки детей? Штраф достаточно высокий. Здесь на водителя идет штраф в размере 3 тысяч рублей. На должностное лицо идет штраф в размере 25 тысяч рублей. И на юридическое лицо штраф в размере 100 тысяч рублей. Это за нарушение правил перевозки организованных групп детей. В каких случаях сопровождает патрульная машина детей? Сопровождение патрульным автомобилем, это отдельно прописано. Для того, чтобы получить сопровождение, организатор перевозки в первую очередь должен обратиться с соответствующим заявлением в госавтоинспекцию субъекта с просьбой о сопровождении. Для того, чтобы были основания обратиться с таким заявлением, перевозка должна осуществляться тремя автобусами и более. На время более 12 часов. В таких случаях организатор перевозки обращается в госавтоинспекцию. Его заявление рассматривается и принимается решение соответствующее. Выделять сопровождение, либо нет. Есть ли возрастные ограничения при перевозке детей? Здесь касаемо возраста детей, правилам предусмотрено то, что если перевозка осуществляется более 4 часов, то дети до 7 лет не допускаются к такому виду перевозки. Шамиль Хидирович, в какое время года наиболее востребованы перевозки детей? Конечно же, основная масса перевозок приходится на весенний и летний сезон. Это май месяц, это июнь, когда детишки оканчивают свои учебные заведения, школы, и всем нужно отдохнуть куда-то, выехать и так далее. А так, если брать в расчет школьные автобусы, то эти перевозки осуществляются круглый год. Они обслуживают учебный процесс, перевозят детей. А в мае-июне уже начинаются так называемые заказные перевозки с целью проведения досуговых мероприятий, скажем так. Насколько часто водители автобусов должны проходить техосмотр? Хороший вопрос. Обязательное требование, во-первых, к транспортному средству. Если говорить о техосмотре, то транспортное средство категории D, то есть автобус, он подлежит техническому осмотру каждые полгода, то есть два раза в год. Помимо этого, перед организованной перевозкой, не то, что даже перед перевозкой детей, перед любой перевозкой любое транспортное средство должно проходить предрельсовый технический осмотр, о чем делается отметка в путевой документации с соответствующим должностным лицом, который его проверял. Такие же требования к водителю транспортного средства. Перед каждой перевозкой он должен проходить предрельсовый медицинский осмотр. Обязательно. Соответственно, тоже такая же отметка делается в путевой документации и оставляется отметка в журнале той лицензированной организации, которая проводила у него предрельсовый осмотр. Шамиль Хизирович, что Вы можете пожелать организаторам перевозки детей? Пожеланий у меня очень много по данному направлению. Я хотел бы начать с того, что у нас налажено очень сильное взаимодействие, начиная с Министерства образования и заканчивая школами, досуговыми организациями, спортивными организациями, которые все, в принципе, все знают порядок перевозки, все исполняют данные требования. Но, несмотря на это, я хотел бы еще раз, в первую очередь, обратиться к организаторам перевозок детских, чтобы они неукоснительно соблюдали требования данных правил. Еще раз, конечно же, обратиться. И чтобы данные организаторы, они помнили, что это большая ответственность перевозка детей. И не пренебрегали какими-либо из пунктов этих правил. И хотелось бы пожелать всем, чтобы все перевозки детские были, а не взрослые, не имея значения, все заканчивались хорошо. Спасибо, Шамиль Хизирович, за информативную беседу. И вновь ждем вас в нашей студии. Спасибо.